Молоко, творог, сметану, кефир, сыры, масло, мороженое. Как от фермеров, так и крупных сельхозтоваропроизводителей можно было попробовать и приобрести на празднование Всемирного дня молока в Ульяновске. С 2013 года на территории Ульяновской области празднуется Всемирный день молока. И сегодня мы уже можем сказать, что праздник пользуется большим спросом среди горожан. Более 10 производителей сегодня, в том числе и малых форум хозяйств, не представлены на данном празднике. Никого особо уговаривать не пришлось. Все с удовольствием сами принимают участие. Как сказал председатель кооператива «Станичный» из Новоспасского района Максим Гаврилов, на день молока они привезли 9 крафтовых сыров и более 100 литров уникального молока без бета-казеина, не вызывающего аллергию. Потому что оно без содержания белка А1. То есть у нас есть рядом большой животноводческий комплекс. Оттуда отобрали животных. Из 1400 животных отобрали 46 голов, которые способны давать это молоко. У нас есть все документы. То есть Белгородский исследовательский институт подтвердил это. Козьи сыры семейного подряда Аберьяновых знают не только в Барышском районе и Ульяновске, но и в Татарстане, а также в Самарской области. Как сказал фермер, в планах расширить географию реализации их сыров. Мы можем людям представить свою натуральную продукцию из козьего молока. Потому что для нашего сырования кредо – это именно производить сыры из натурального молока, чтобы оно было полезное, вкусное, сытное. У нас своя козья ферма, поэтому молоко у нас свое. Даже на этом празднике ввелся строгий контроль качества представленной продукции производителей. Экспертиза показала, что продукты все натуральные, без фальсификации. В первую очередь считайте состав. И на первом месте должен стоять тот, из чего приготовлено. То сырье, допустим, из чего приготовлено. В частности, если это молоко, то должно стоять молоко цельное. Ну, неплохо то, что даже молоко восстановлено, нормализованно. Лишь бы оно было нормализовано именно молочным жиром, а не пальмовым. Площадка, где проходил День молока, стала местом семейного отдыха. Пока родители дегустировали и слушали музыку кавер-групп, дети общались с козочками в контактном зоопарке.